И вновь по страницам истории. Как известно, недавно российское руководство окончательно признало ответственность советских спецслужб за трагедию в Катыни. Однако за пределами процесса стирания темных пятен в наших отношениях с Польшей остается тема гибели нескольких десятков тысяч красноармейцев в польском плену после польско-советской войны 1919-1920 годов. А ведь число жертв с нашей стороны не только сравнимо, но возможно даже и превосходит число польских военных, расстрелянных в Катыни. В апреле прошлого года в Смоленске на совместной пресс-конференции с польским премьером Туском Владимир Путин назвал возможную цифру погибших русских военнопленных около 32 тысяч человек. А в минувшем декабре во время своего официального визита в Польшу Дмитрий Медведев сказал. Нам нужно вообще заниматься восстановлением исторической памяти, включая и трагические события более раннего периода. Я имею ввиду период гражданской войны в нашей стране, когда десятки тысяч красноармейцев, оказавшиеся в Польше, исчезли или погибли. По этим вопросам нам тоже нужно вести диалог, причем абсолютно открытым и дружественным ключе, так как мы сегодня это делаем по Катынским событиям. Но готова ли польская сторона вести такой диалог? Судя по всему, пока нет. Собственные грехи перед нашей страной в Польше, похоже, предпочитают не признавать. Об этом в репортаже из Польши нашего специального корреспондента Артема Широкова. В отличие от расстрела польских офицеров в Катыне, политики Польши избегают темы гибели десятков тысяч красноармейцев. А ведь количество погибших в этих двух трагедиях как минимум сопоставимо. Но в Польше этого признавать не хотят. Политическая проблема началась еще во времена Горбачева. Когда советская власть признала свою ответственность за Катынь, то нам в пику был поставлен тезис о судьбе советских военнопленных в польском плену в 20-х годах. И тогда появлялись огромные цифры в несколько десятков тысяч. И даже до ста тысяч погибших доходило. Но это было 20 лет назад, в противовес Катыне. Впрочем, в октябре 2010 года в небольшом городке Осов появился памятник. Но не жертва младерей, а просто в честь ключевого польско-советского сражения под Варшавой в августе 1920 года. Ну вот, пожалуй, это единственный памятник погибшим красноармейцам, которые поставили польские власти. Вот здесь написано, здесь похоронено 22 солдата Красной Армии погибших во время войны в 20-м году. Причем открытие произошло накануне визита в Польшу Дмитрия Медведева. Но при этом не обошлось без эксцессов. Сначала он был немножко в другом виде. Его хотели открыть 15 августа, на годовщину Варшавской битвы. Но, к сожалению, радикалы правые польские устроили провокацию, и эта церемония была фактически сорвана. Кроме того, надписи по-польски и по-русски, только по-русски была надпись с большим количеством ошибок. Здесь написано не здесь, а первая буква не З, а С. Ну, к примеру. Сейчас, конечно, все исправили, и таким образом польские власти, видимо, посчитали свой исторический долг выполненным. Однако о десятках тысяч советских военнопленных, которые погибли в польском плену, на памятнике не сказано ни слова. Впрочем, и этого достаточно считает Анджей Куннард, глава Совета по защите памяти, мест борьбы и мученичества. Обвинение поляков и польского государства в убийстве десятков тысяч военнопленных является, мягко говоря, действием несправедливым, а говоря прямо, просто позорным. Мы прекрасно знаем, что не было никакого организованного массового убийства поляками ста тысяч российских военнопленных. Возможно, организованного и не было, но массовое было. Сколько же красноармейцев на самом деле погибло в польских лагерях? Профессор Збивнев Карпус считается в Польше основным экспертом по истории того периода. По польским данным в плен было взято где-то 115-120 тысяч человек. В течение всего периода пребывания в лагерях военнопленных погибло от 16 до 18 тысяч красноармейцев. Однако с этими цифрами категорически не согласен профессор МГУ имени Ломоносова Геннадий Матвеев. Свои подсчеты он строит на ежедневных оперативных сводках польского генштаба того времени о числе взятых в плен красноармейцев. По моим подсчетам всего в руках у поляков, я подчеркиваю, в руках у поляков побывало более 206 тысяч человек. Умерло примерно, могло умереть 25-28 тысяч. 90 лет назад на этом месте находился самый крупный польский лагерь для военных пленных Стшалково. Он был рассчитан на 35 тысяч человек. Историки утверждают, что здесь погибли около 8 тысяч красноармейцев. По сути, все вокруг это одна большая братская могила. Сегодня здесь находится вот этот обелиск, но построили его не поляки. Это сделали немцы во времена еще Первой мировой войны. Изначально лагерь Стшалково был немецким, но при немцах за 4 года здесь умерло не более полусотни человек. И именно в честь этих узников сделана памятная надпись на русском языке. Однако, как только лагерь стал польским, то всего за год смертность подскочила в 16 раз. Только в течение декабря 20-го года от голода и болезней скончалось более полутора тысяч человек. Подобная картина наблюдалась и во втором по величине лагере в Тухоле. Но польские историки настаивают, красноармейцев целенаправленно никто не истреблял. А всему виной массовые болезни. Больше всего людей погибло на переломе в 1920-21 годах. Тогда их было больше всего в лагерях. И там, по нашим данным, бушевали эпидемии, такие как Тиф, Холера, Краснуха. И от этого они в основном и умирали, согласно документам. На поддержку этой версии направлена вся польская пропаганда. Режиссер-документалист Анна Ференц в прошлом году сняла фильм, «Что могут мертвые красноармейцы?» В нем утверждается, что расстрел польских офицеров в Катыни – это преступление по приказу Сталина. А вот гибель десятков тысяч красноармейцев в польском плену – всего лишь стечение обстоятельств. Вне всяких сомнений, основной причиной смертности были эпидемии. Это ясно следует из всех документов, списков военнопленных, врачебных карт, свидетельств о смерти. Это были эпидемии, но плюс они наслоились на бедное состояние нашей страны. Однако есть основания считать, что высокая смертность пленных красноармейцев была спровоцирована действиями лагерного руководства. С эпидемиями просто не боролись, а продовольствие разворовывалось. Вот выдержки из докладов комиссии Красного Креста, посещавших лагеря. От караульных помещений, так же, как и от бывших конюшен, в которых размещены военнопленные, исходит тошнотворный запах. Ночью, укрываясь от первых холодов, они тесными рядами укладываются группами по 300 человек в плохо освещенных и плохо проветриваемых бараках, на досках, без матрасов и одеял. На этих фотографиях видно, зачастую вместо бараков военнопленные содержались в землянках, укрытых листовым железом. Осенью там постоянно стояла вода. В некоторые дни люди умирали сотнями. Они считали, что пусть умирает. Но есть высказывания, что пусть сдохнете здесь, как собаки, и нам будет проще, не будет врагов у нас. Достаточно вспомнить, что творил комендант лагеря в Тшалкове Побук Малиновский. Вот его любимое занятие было ходить по лагерю. За ним шли несколько сержантов с плетками. Плетки плились из телефонного провода. И если ему не нравился какой-то заключенный, значит, его начинали избивать. То есть, ну, взгляд не понравился, вид не понравился вообще. Его начали избивать, сбивали с ног, и еще и бывало так, что пристреливали. Польский журналист Игорь Мечик по матери поляка, по отцу русский. Темой красноармейцев в польском плену он занимался весьма подробно и в результате написал статью «Ад за колючей проволоку». Он говорит, хотел показать полякам, что польская история отнюдь не всегда была белой. Поляки не всегда только богатыри на белом коню, да, что тоже есть и темные пятна в отношениях с соседами. Я, можно сказать, старался, когда писал эту статью, превратиться в русского или смотреть только с русской точки зрения, так, как я бы был русским репортером, который тут, правда, открывает эту историческую правду. Мне кажется, что такие спорные и трагические моменты нашего прошлого будут еще долго и очень часто возникать во взаимоотношениях между нашими обществами. Просто так будет. Хотя я лично считаю, что необходимо концентрироваться на решении текущих вопросов, чтобы идти к конструктивному будущему. Просто будущее гораздо нужнее нам, чем прошлое. Вот так выглядело кладбище в Стшалкове в 1919 году. Но сегодня здесь уже не найти надгробных плит. Все заросло травой и кустарником. О том, что здесь был польский лагерь, в котором погибло более 8 тысяч наших военнопленных, напоминает лишь небольшая табличка перед входом. Видимо, польские власти считают, что для мертвых красноармейцев вполне хватит и одного немецкого памятника. Артем Широков, Геннадий Кузнецов, Алексей Гусев. Аналитическая программа по скриптум из Польши.